В Акмолинском регионе наблюдается рост коррупционных правонарушений в сфере образования. Изучение уголовных дел показало, что основная доля похищаемых бюджетных средств приходится на фонд оплаты труда педагогов. Подробнее в материале корреспондента. Образование является одним из приоритетных направлений развития государства. На современную систему правительство ежегодно увеличивает объем финансирования. За текущий год уже зарегистрировано 8 уголовных дел. Основная их доля совершается директорами средних школ, бухгалтерами, руководителями и специалистами управлений и отделов образования. Изучение материалов уголовных дел показало, что основная доля похищаемых бюджетных средств приходится на фонд оплаты труда педагогов. Учитывая их системность, в каждом регионе антикоррупционной службой совместно с управлениями образования проведен комплексный внешний анализ коррупционных рисков. Основной акцент сделан на фонд оплаты труда, куда направляется почти 70% всего бюджета, выделенного на сферу образования. Результаты указывают на серьезные факторы, способствующие хищению госсредств. Агентством по противодействию коррупции проводится трехуровневая проверка всех платежей в сфере образования за последние пять лет. Таким образом планируется привлечь к ответственности каждого работника, причастного к хищению бюджетных средств. Управление образования области выполняет функции по координации образовательного процесса и хозяйственной деятельности организаций. Данные функции ранее осуществлялись акиматами районов и городов. На 1 сентября 2024 года по Акмолинской области функционируют 1280 организаций образования, где работают более 34 тысяч человек. Это требует большого контроля. Управлением на постоянной основе ведется работа по устранению коррупционных рисков. Профилактика коррупционных проявлений является важнейшим приоритетом работы всех государственных органов и субъектов квази-государственного сектора. По итогам заседания участники поделились своими предложениями. Специалисты отметили, что совместная работа, направленная на профилактику коррупционных проявлений, и минимизируют их факты. Эдуард Погребицкий, Боржан Смогулов, Кокщиак, парад.